Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире выпуск программы «Акцент» очередной. И сегодня мы обсуждаем с доктором политических наук, заведующим кафедрой конфликтологии Института социальных наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Андреем Георгиевичем Большаковым достаточно непростой и, можно даже сказать, щекотливый вопрос. Вопрос заключается в том, что произошло в России в это минувшее воскресенье 26 марта 2017 года. Ну, во-первых, Андрей Георгиевич, спасибо, что откликнулись на приглашение обсудить эту тему. Ну и давайте переходим, с вашего позволения, сразу к ответу, да. Вы знаете, ну, я бы не сказал, что произошло что-то экстраординарное. Скорее всего, этому придают, наверное, пока такое завышенное, да, немножко значение, потому что, наверное, недооценили за суетой, что произойдет, значит, 26-го, ну, то, что не предвещало сначала по каким-то ожиданиям, оценкам и так далее. На мой взгляд, здесь совпало два фактора. Один фактор такой глубокий социальный, он связанный с тем, что вот потенциал кризиса, он копился-копился. Мы видели, например, по данным социологических исследований, что непосредственно вот социально-политическую сферу это не поступает, тревожные какие-то вот протестные нотки. Вот, но, значит, последний месяц, да, начиная, наверное, ну, так, условно, с третьего числа, все эту дату сейчас знают, во всяком случае, в республике Татарстан, к сожалению, здесь вот появились элементы нестабильности. И поэтому то, что произошло, значит, и связано с митингами, хотя митинги были общероссийские, я думаю, что является, ну, достаточно таким феноменом закономерным. То есть выплеснулось то, что накапливалось несколько последних лет. Ждали, что падение рубля непосредственно приведет к волнениям, к протестам. Ну, как вы знаете, не, собственно, сама реальная жизнь, да, этого не показала, как и многие, вот, допустим, социологические замеры, чем мы занимаемся непосредственно. А второй момент, я бы его все-таки предпретировал как достаточно субъективный, это начало вот этого вот избирательного цикла. Ну, тут, наверное, ученые могли бы спорить, говоря, что избирательный цикл включает и 17-й год, да, и 16-й год с выборами Госдумы. Ну, я думаю, что, значит, человеку, который не наделен какими-то академическими познаниями, этому глубоко неинтересно. Интерес представляет то, что мы знаем, в 18-м году начнется президентская кампания, и понятно, что она начинается не строго отведенной законом для этого времени, да, а есть определенный период, связанный с подготовкой, с ожиданиями людей, с подготовкой политических сил различных. И тут мы увидели, что радикальная оппозиция, которая, в общем-то, наверное, имеет, ну, достаточно немного, да, возможности для того, чтобы показать, значит, вот свой потенциал, свои взгляды, свои идеи, значит, она призвала людей выйти на улицы, и, наверное, власти, насколько я понимаю, ожидали меньшее количество людей. Здесь мы увидели большее количество людей, большое количество молодых людей, и это многих представителей власти напугало, многие аналитики стали рассуждать о том, что молодежь наибольшей степени подвержена критику, кризису, да, но мне представляется, что это достаточно скороспелые оценки, и, наверное, молодежь нужно тоже как следует изучать, в том числе вот современная, вот почему здесь так получилось. Поэтому я склонен считать, что это в основном субъективный момент, и оппозиция когда-то должна была начать действие, вот она их начала именно в этот момент. Очень интересная картина, спасибо за развернутый ответ, но вот давайте немножко детализируем. Ну, вы упомянули 3 марта, это чисто татарстанский кулор локаль, как говорится, вот местный колорит у нас, это дата отзыва лицензии Татфонбанка, но мы же сейчас говорим в общем вот об этом феномене, который условно можно назвать феноменом Алексея Навального. Вы заметили, что с вашей точки зрения, вот эта митинговая активность, которая проявилась 26 марта, ну, это вот естественное следствие, что когда-никогда, но вот это вот ощущение, что мы продолжаем находиться в кризисе, что не очень хорошо себя чувствует все большее количество людей с точки зрения материальной достаточности, да, вот заработков, доходы реальные располагаемые падают, по-моему, уже 3 года к ряду, там с темпом 34% в год. И, то есть для вас, вот как для конфликтолога, как для социолога, здесь ничего особенного сверхнеожиданного не было, да, вы полагаете, что так должно быть. Но в то же время, вот мы буквально на той неделе с вами выделали доклад, я участвовал в заседании экспертного совета при КФУ, и по тем выкладкам, которые вы предлагали членам общественного совета, вернее экспертного совета гостям, да, собственно говоря, я не хочу здесь какой-то укор в ваш адрес сделать или в укор в ФОМ Татарстан, все, вот, и ФОМ общефедеральные, и Левада центр, опросы социологические показывают, что вроде бы люди претерпелись, да, что нельзя говорить о том, что настроение вот на точке кипения, или там на грани кипения, и тем не менее, выплеск состоялся. Вопрос в связи с этим, я его задавал на этом экспертном совете, я и сейчас его хочу задать, я думаю, что он достаточно интересен будет и нашим телезрителям, вот складывается впечатление, что когда социологи опрашивают людей о самочувствии, респондентов, там, об отношении к тем или иным политическим структурам, они, ну, у них есть раскладка такая, есть четыре парламентские партии, так называемые, да, то есть партии, представленные в Государственной Думе, в Нижней Палате нашего парламента, и людей привычно спрашивают, как вы относитесь к праведливой России, а к единой России, а вот, ну, люди отвечают, кто честно, кто лукаво, это, кстати сказать, тоже интересный вопрос, да, я хотел бы, чтобы вы на него тоже ответили, вот как, вы же как профессионалы изучаете, наверное, вот, понимаете, что есть шумы эти, да, что их надо снимать, что кто-то лукавит, кто-то побаивается, правильно высказать свою точку зрения, так вот, это под вопрос будет, а сейчас я хочу закончить, вот главное, то нет ощущения, что просто наши социологические службы, я имею в виду в России, как, кстати, сказать и в США, в пору предвыборной кампании борьбы между Трампом и Клинтон, что-то проморгали, что какие-то явления вот остались вне поля зрения или, по меньшей мере, оказались недооцененными. Мы понимаем с вами, о чем говорим, да, вот эти вот сетевые разветвленные структуры, всевозможные группы в социальных сетях стихийно возникающие, потом организующиеся каким-то образом через стрим вещания, через телеграм и так далее, и вдруг мы выясняем, что оказывается это управляемо. Вопрос повторяю. Нет ощущения, что просто мы вот просматриваем или просмотрели. Мы, я имею в виду, профессиональные социологи, те, кто обязан, как принято говорить, держать руку на пульсе и вот общественных настроений. Ну, я думаю, что просмотрели-то вряд ли, потому что, ну, любому, наверное, непредвзятому, да, человеку, который занимается исследовательской деятельностью, было понятно, что те события, которые происходили, ну, в частности, там, и в нашей республике, значит, они могли, да, привести к изменениям в общественном мнении. Здесь, наверное, несколько позиций, но, во-первых, замеры общественного мнения, они достаточно консервативны. И здесь социология, конечно, всегда, это ее недостаток, безусловно, да, это надо признать. И здесь социологи всегда отстают. Извините, Анатолий Георгиевич, консервативно с точки зрения, что по технологии отстает, просто много времени занимает. То есть, я всегда, вот, говорю в беседах с журналистами, что для СМИ главная оперативность, вот, в этом конек, и, может быть, где-то недостаток, вот. А что касается социологов, то здесь поспешишь людей, насмешишь, поэтому оперативность невозможна, и невозможно, потому что нужно опросить достаточно большое количество людей. С различными проверками, да, контролями, потом обработать эти данные, обсудить, наверное, какие-то первичные, да, а потом уже выносить вот на те публичные мероприятия, которые вы сейчас говорите, и мы вспомнили о нем. Вот, поэтому, наверное, и мы, в общем-то, это констатировали на данном заседании, вот в мониторинговом исследовании мы это увидим в следующем квартале, вот эти умонастроения. Где социологи сейчас уже это наблюдают, вот то, что, скажем, картина не столь стабильная, не столь благостная, которая была еще, ну, там, пару месяцев назад, например, да. Значит, мы это видим на качественных исследованиях, где люди, собранные фокус-группу, это фокус-группа, это не репрезентативное исследование, да, но оно дает определенный срез, что представители ряда социальных групп, ну, очень недовольны той ситуацией, которая сложилась, например, в финансовом банковском секторе, да, в ряде, значит, других отраслей, да, все чувствуют, что, например, там снижается уровень доходов, вот это вот люди говорят, безусловно, да. Значит, наши коллеги, которые занимаются больше исследованиями, замерами этничности, религиозности, говорят о том, что проседает вот это вот наша планка согласия, да, вот пока она проседает не критическим образом. Там, по-моему, полтора-два процента в пределах погрели больше. Вы знаете, как, вот за последние недели, когда сейчас ведется, да, исследование, проседает, потому что это давно замечено, если идет ухудшение социально-экономической ситуации, люди переносят свое мнение, соответственно, и на ситуацию этно-религиозную. Ну, к счастью, мы с вами знаем, что объективно конфликтов не было в этой свете, да, таких, которые носили там деструктивный характер и так далее. Проблема там, конечно, тоже есть своего ряда, да, и они постоянно обсуждаются и так или иначе их решают, но, тем не менее, вот здесь мы можем про это сказать. Ну, и у вас был подвопрос, он очень важен, да, с такой профессиональной точки зрения, значит, в принципе, я всех отсылаю к великому источнику Пьер Бурдье, который сформулировал свое сочинение таким образом, общественного мнения не существует. Вот, ну, после этого произошла фактически революция в социологической науке, и вместо, значит, анкет, которые были до этого, стали брать, соответственно, интервью. Что мы делаем на практике, да, мы, безусловно, знаем вот эту дилемму, выведенную великим теоретиком французским, значит, и очень многие вещи мы спрашиваем у людей в режиме интервью, значит, давая им возможность выбрать, в том числе, самостоятельные ответы, а не просто из перечня каких-то заданных вопросов, потому что, если исследователь задает, да, совокупность вопросов, то у человека, особенно, который, ну, не каждый день задумывается об этой проблеме, значит, всегда существует такой выбор, а выберу-ка я первый ответ, да, или выберу-ка я тот, который мне наиболее понятен, да, вот такие вот вещи, но это не значит, что ответ будет объективно вообще соответствовать умонастроениям, что еще? Там же существует, насколько я понимаю, техника проверочных вопросов, которые из подволь выводят на правильные ответы. Безусловно, существуют проверочные вопросы, существует, вот о чем вы говорили, да, дополнительный вопрос к политическим партиям. Почему мы выносим? Ну, потому что это официальный уровень, уровень официальной политики, да, мы знаем, что вот лидерами там общественного мнения являются четыре партии, мы спрашиваем про других, да, вот здесь результаты, ну, плачевные для этих политических партий. Просто не знают? Вот, люди в основном не осведомлены, что такие вообще есть, да, вот мы... Мы опять сейчас говорим о партиях, вы говорите, вернее, только делите их парламентские и внесистемные, назовем их так, внепарламентские. Ну, я-то имел в виду ведь не партии, я имел в виду вот эти вот комьюнити, которые образуются, повторюсь, стихийно, а потом вдруг выясняется, что они достаточно организованы, да, не какой-то вот на каком-то бульоне начинают организации вырастать. Вы знаете, такого рода исследования они тоже есть. Здесь, конечно, много играет, большую роль играет субъективный фактор, потому что очень сложно, да, всех вычлениться именно с исследовательских позиций, вот, тех, кто объединяется, например, какую-то в группу в интернете, да, всех найти этих людей, да, соответственно, узнать, допустим, их там мнение и так далее. Да, это тяжело. Здесь очень большие, да, объективные такие сложности. Но, тем не менее, существуют и исследовательские процедуры, которые связаны с анализом интернета, и, соответственно, то, что в блогах происходит немножко другая жизнь, да, чем она происходит в рамках вот этого массового мониторинга, со всеми его, опять же, плюсами и минусами, это, ну, безусловно, наверное, можно констатировать. Опять же, это недостаток социологической науки. Чтобы покончить с недостатками, да, то социологи, которые нас смотрят и слушают, могут и обидеться, по-разному же люди воспринимают. Так вот, существуют ли техники и отслеживают ли те люди, которые вот занимаются социологическими опросами, потом обрабатывают, да, выводят какие-то результаты для обнародования, существует ли какая-то техника или технология, которая позволяет отсеять процент, вернее, ну, по максимуму, отсеять ложные ответы. Но мы же понимаем, что настроение у людей разное, и обстановку в обществе они по-разному, да, воспринимают. И чего греха таить? Многие просто не хотят говорить правду, потому что бытует такое мнение, вот по выборам я наблюдал это, что человек приходит и говорит, если я не туда поставлю галочки, меня вычислят. Как тебя вычислят? Вычислят у них все, вот у них ручки даже не такие. Даже вот это вот, ну, оккультизм в массы называется. К вопросу о технике все-таки. И если такая техника существует, почему я об этом спрашиваю, то можете ли вы сказать, вот за последние там 5-6 лет больше, меньше, или на том же уровне осталось количество ответов, ну, скажем так, ну, как, неложных, это грубое слово в данной ситуации, ну, не искренних, скажем. Вы знаете, такие методики существуют, значит, не могу сказать, что они на 100% достоверны, иначе бы социология давала, наверное, всегда точную картину, это было бы не совсем интересно, вот, но потому что любое научное знание, оно встает от того, значит, вот тех вещей, тех процессов, которые развертываются в реальности, вот, и очень часто социологи применяют такую комплексную методологию, почему наряду с количественными существуют качественные исследования, значит, если мы в количественных исследованиях не можем выявить мотивы, то мы собираем людей в фокус-группу, если мы в количественных исследованиях посмотрели и увидели, что недовольство испытывает та или иная социальная группа, то, опять же, мы этих людей собираем и спрашиваем, да, а почему вы испытываете недовольство в этой сфере, да, и здесь они уже дают такие, значит, вещи, которые позволяют социологам интерпретировать мотивы, вот, плюс существует экспертная мысль, да, потому что, ну, вряд ли население, например, может дать прогнозы и говорить о том, что будет 2-3 месяца, через 2-3 месяца, да, вот, если на уровне таком обыденном, да, многие могут сказать, будет еще хуже там, да, или мы чувствуем там себя хуже стали, да, и так далее. Ну, так же будет, вот, или так же будет, да, то есть это те вещи, которые мы должны принимать во внимание, но говорить, что это прогнозная оценка, наверное, не приходится, тогда мы спрашиваем экспертов, но у экспертов есть свои недостатки, я могу сказать, что экспертные исследования у нас всегда более алармистские, чем исследования, собственно, населения. Ну, как высказался тут один философ, для того, чтобы вынести суждение об истории, надо сначала знать историю историка, что он собой представляет. Об одной особенности вот тех митингов, с которых началась наша сегодняшняя беседа, отправная такая точка, единодушно все наблюдатели, да, и с политической точки зрения, и с точки зрения социологии, психологии, образования, Миноборнауки уже включился, да, там что-то моделируют для молодежи, отметили, что вот в этот раз, 26 марта, не бывало большое количество, собралось в разных городах на митингах, 82 города было охвачено этими митингами, хотя заявляли сотню, ну, 82 тоже немало, да. Старшеклассников. Ну, и это уже, наверное, все-таки не тинейджеры, 15-16 лет, но, тем не менее, никогда такого не было. И, ну, вы знаете, конечно, что оценки самые разные, там, начиная с того, что подлец Навальный там бросает под дубинки молодежь, а на самом деле это молодежь, просто у нее гормональное там безумие, и она не оценивает политическую ситуацию, до прямо противоположных, что нет, это вот такая молодежь, которую вот она с огнем там в сердце, с холодной головой, сейчас я договорюсь еще до чекистской формулировки, вот, то есть осознанно идет, да, пошла на это хозяйство. С вашей точки зрения, вот о чем здесь можно говорить? Да, и еще третья группа вырисовывается, это так называемые халявщики, которые повелись на посулы Навального, для каждого из них по 10 тысяч евро отсудить, если они будут задержаны полицией. С вашей точки зрения, вот как вы эту градацию, в каких пропорциях можете представить, или, может быть, она вообще неприменима в данном случае, это ложная градация? Ну, вы знаете, мне представляется, что, как и любая типология, это есть не что иное, как типология, которая эмпирически не проверена, да, никаким путем, здесь процент можно любой вычислять, соответственно, мы можем сейчас сказать, что здесь 25%, здесь 75%, поэтому это скорее такие предположения и желание, наверное, выяснить, откуда это все произошло. С одной стороны, вот давайте посмотрим, если опять же взять глубинный фактор, я все время студентам объясняю, что они, значит, как социальные группы молодежь, именно как члены этой группы, да, являются маргиналами. Слово, маргинализм у них, значит, связан только с чем-то негативным и плохим, да, они сразу начинают вспоминать там про бомжи и так далее, и так далее. Здесь я объясняю, что маргинальность, она понимается, ну, как минимум в двух смыслах, вот, там, ученые, которые специализируются в этой сфере, могут еще привести несколько, да, значений, и, соответственно, мы говорим просто о переходном периоде, то есть человек входит во взрослое состояние и занимает какие-то статусные позиции в обществе. Окончательной социализации, да? Конечно, и вот здесь есть переживание молодых людей о том, что они эти статусные позиции могут не получить. Почему на, собственно, вот этот вот клич, да, радикальной оппозиции о, скажем, том, что давайте пойдемте и будем все вместе бороться, да, с коррупцией, откликнулись прежде всего не люди, которые реально встроены в экономику, да, среднее поколение, ну, отчасти старшее поколение, там, пенсионеры работающие и так далее. Этих людей было достаточно мало. Это первое соображение. Второе соображение, значит, ну, из того, что я проанализировал, прочитал, мне представляется, что даже вот традиционные такие оппозиционные группы, они не снискали большого уважения тех людей, которые пришли. Ну, например, у нас на митинге, значит, в Казани, скажем, там, освистали партию «Яблоко», хотя, значит, я вот был достаточно молодым человеком, но очень хорошо помню, как партию «Яблоко» уважали и любили в Казани, хотя я вот лично симпатии к ним не испытывал. Ну, и в Москве любили. Любили, конечно, и мы знаем, да, что среди вот оппозиционных сил одно время были сильные группы, это КПРФ и «Яблоко», но сегодня это время, оно вот, видимо, этих традиционных партий, оно прошло. Что делает та же группа, которая называется Парнас? Она привлекает людей из различного политического спектра, да, ну, посмотрите, у них Мальцев шел, да, по списку на последних выборах, но на выборах это не помогло, да, а здесь вот такая всеядность, да, мне представляется, она помогает, то есть, значит, чтобы мобилизовать молодежь, действует на различные вещи, ну, где-то смотрят на социальные проблемы, да, где-то говорят о том, что мы вам, там, дадим денег, где-то говорят, что мы с вами победим коррупцию, ну, и прочее, прочее. Вы знаете, это не новый прием-то вообще, мы же помним лозунги «Мир народам», «Земля крестьянам», «Фабрики рабочим», «Всем раздадим», только поддержите. Ничего нового радикальная оппозиция здесь не изобрела, и мы хорошо помним, я думаю, что помнят даже те люди, которые относятся вот к этой группе молодежь, может быть, не самые маленькие, может быть, не эти вот тинейджеры вами уже упомянутые, да, которые, соответственно, ну, помнят события 11-12-х годов, да, и тогда тоже все начиналось с того, что вылетели на улицу именно вот эти сетевые хомячки и так далее, а потом все это, да, было заменено профессиональными людьми, профессиональными политиками. Там, представьте, среднего класса все-таки довольно активно участвовали, но там немножко другой был повод с большей скривизной затуханиями. Там же оспаривали выборы, результаты выборов, и хорошо оспаривают через два дня там митинговать, и когда проходит неделя, там две недели уже все это, а коррупция это такой, да, вечно живой, да, мы же понимаем, что... Если позвольте, я да, соображение, да, пытаюсь сразу сформулировать, вот согласен, что, безусловно, коррупция это другой феномен, но здесь, наверное, переборщили даже сами власти, потому что, вот посмотрите, до определенного времени в России не принимали законодательство о коррупции. Много, кстати, рассуждали об этом аналитики, эксперты, и... Да, даже внятного определения коррупции нет до сих пор. Говорили, почему это, как это, вот теперь давайте вспомним, что именно в президентство Дмитрия Анатольевича Медведева, значит, были приняты основные нормативные акты, да, там появилось понятие конфликта интересов, вот, ну и ряд других, да, вещей, которые достаточно важны с точки зрения законодательства. Но политической воли вот в этот период со стороны власти, да, в борьбе с коррупцией мы не видели. Скорее всего, это вот последний, значит, срок президентства Владимира Владимировича Путина, который, собственно, достаточно, ну, радикально эту, вот, ситуацию обновил. Здесь политическую волю мы, безусловно, увидели, и увидели, что снимает со своих должностей руководители, ну, достаточно крупного ранга, да. Если раньше это ограничивалось, ну, в лучшем случае, мэром, там, маленького городка, то здесь мы увидели, да, субъекты федерации, которых снимает, фактически, ну, все региональное начальство. Коми, например, да, полностью, да, классический пример. И вот здесь тоже есть такой момент, что, значит, ну, давайте посмотрим, а где еще остались коррупционеры, да, поэтому, соответственно, люди, живя вот реальной жизнью, видят, безусловно, и недостатки, видят и коррупционные схемы, которые находятся в том числе и рядом с ними, да, это тоже определенный шаг, и когда тебя призывают с этим побороться, да, помочь, вот, то, соответственно, люди идут за той политической силой, которая призвала, не отдавая отчет, что у самой политической силы могут быть и другие какие-то планы. Ну, в том смысле, что не защитить, конечно, коррупцию, а по-своему, снообороться, да, конечно, своими методами. Ну, в общем, да, это один из таких основных аргументов тех, кто упрекает Навального и его сторонников, что вы тут вроде прокричитесь, а посмотрите, на самом деле, посадки-то идут с инициированной властью, власть реально борется с коррупцией. А, ну, я тут думаю просто о том, что вот этот лозунг борьбы с коррупцией, он ведь был ключевым, как это ни странно, в самых разных государствах, где произошли цветные революции, то есть это такой вот очень, такая точка болевая, на которой работает, которая работает везде, срабатывает. В связи с этим некоторые ведь говорят, что мы тут фактически наблюдаем репетицию подготовки к цветной революции. Насколько все же вот меня в Екатеринбурге, конечно, ситуация поразила, я не знаю, видели, может быть, вы этот ролик не видели, 26 марта там был тоже, естественно, митинг, и вдруг, ну, в Фейсбуке гуляет этот ролик вовсю, то есть там группа молодежи, вот участники митинга просто принялась скакать и декламировать, кто не скачет, тот медведь, кто не скачет, тот медведь. Я его когда увидел, ну, это вообще был шок, конечно, то есть это вот один в один калька вот с Майдауна в Киеве, там 4, 3, там с половиной, 4 почти уже года назад. И вот такие вещи заставляют, невольно заставляют думать, что может быть, может быть, дело не собственно в борьбе с коррупцией, а может быть, есть еще какие-то здесь рычажки или какие-то силы, как принято говорить, которые не прочь бы просто качнуть, да, то, что называется режим, и там посмотрим. Что вы по этому поводу можете сказать? Ну, вы знаете, любая вот эта цветная революция, или как правильнее, наверное, называть все-таки сетевые, это очень интересно, вот их вообще вот это брендирование, да, вот, там ведь дошли до укропной революции и так далее, да, то есть они все как-нибудь красиво называются. И заметьте, в основном не политическим образом, это тоже привлекает людей, да, приходите с нами потусоваться. Это карнавализация процесса, ну, это заизвестно ее неописано. То есть это тоже определенная технология, и в любой технологии, которую мы называем этой сетевой или цветной революцией, в данном случае неважны различия терминов, мы видим, например, наличие молодежного движения. Без этого не было. И, собственно, когда эту технологию стали называть вот этой вот цветной революцией, стали относить к какому-то, ну, скажем, субъекту, который их проводит, когда увидели, что, ну, разные совершенно по социокультурному своему настрою страны по образу мышления людей, по тому, как они развиваются, формируются, по местоположению географическому и так далее, да, действуют одни и те же схемы вот в этих событиях, которые получили такое вот яркое название. Ну, действительно, наверное, Египет, например, и Украина, это все-таки разные совершенно, да, цивилизации, потому что можно сравнивать Украину с Россией, да, находить и отличия, наверное, и схожие моменты, вот, можно говорить, наверное, о том, что в Египте и в Тунисе было много сходных моментов, да, безусловно. Вот, но когда, соответственно, мы видим и Майдан, и арабскую вот эту вот весну по одной схеме идущую, да, то это рождает определенные такие вот... Даже вплоть до визуализации в лозунгах там. Конечно, да, и лозунги, и все. То есть схема одна, и, в принципе, вот это даже описано в научной литературе уже, потому что успели несколько лет... Осмыслить, да, но обращая внимание, тоже момент интересный, что термины никто не убрал. Обычно, значит, если политическая наука, социологи, конфликтологи, другие представители других дисциплин осмысляют, то они пытаются перевести на академический лад, да, здесь такого не произошло, да, то есть беря, вот, допустим, те термины, которые появились в средствах массовой информации, или вот на площади там реальной и так далее, да, вот, а здесь этого не произошло, по-прежнему пишут об арабской весне, Майдане, Евромайдане, революции достоинства. Это, я думаю, тема для какого-то отдельного обсуждения, что меняется в научной среде язык, как меняется язык научной среды. Молодежь, научная среда, студенты, вы читаете лекции, вы ведете семинары, у вас есть студенты. Как вы оцениваете своих студентов? Вот они, вы можете их представить где-то там, вот, на такого рода мероприятиях? Или это какая-то другая, может быть, там элитная группа, или наоборот, группа абсолютно индифферентна ко всему относящаяся? Кто они, ваши студенты сейчас? Ну, вы знаете, сейчас у меня в основном два направления моих студентов. Это конфликтологи, поскольку наша основа – это все-таки кафедра конфликтологии и те специалисты, которых мы выпускаем на уровне магистратуры и на уровне бакалавриата. Здесь достаточно все тихо, эти люди в основном такие аполитичные, поэтому в данных событиях они практически не участвовали. А второе мое направление – это политологи. Вот, политологи в этих событиях заинтересованы. Вот, они, в них так или иначе участвуют. Значит, я знаю, что некоторые участвовали в событиях в Москве. Вот, знаю, что кто-то участвовал, соответственно, в событиях вот здесь, вот, в Казани. Извините, это у них научный интерес или политический? Я думаю, что это прикладной интерес. Прикладной интерес. Вот, поскольку политологи должны видеть все политические процессы, и я не думаю, что, например, все симпатизируют однозначно там организаторам митинга. Тем более, если мы берем, ну вот, например, там Казанский срез, да, то там очень трудно было определить, какая же политическая сила главенствует, да. Вот, но, соответственно, если люди, значит, разбираются в политике, они должны это видеть и своими глазами. Поэтому мне представляется, что и момент такой профессионализации, он тоже влечет людей вот в эти места. Вот, конфликтологи политикой занимаются, но их достаточно немного, тех, кто специализируется в этой сфере. Вот, они занимаются в основном процессами там социальными, психологическими, вот этими вот вещами. И поэтому здесь четкое развлечение среди моих студентов. Очень интересно, да, что, ну, от политологов это следовало, конечно, ожидать, да, но то, что конфликтологи в массе своей, в общем, как-то не очень отреагировали. Как-то над этим надо будет подумать. У меня завершающий вопрос, Андрей Георгиевич. Вы знаете, конечно, да, что у нас вдруг, ну, может быть, не вдруг, подумав просто, после, там, прошло пару дней, вот вчера, в среду, высказалась Валентина Ивановна Матвиенко, представитель Совета Федерации, высказалась, вот для меня, например, неожиданно, у нее репутация абсолютно командного игрока, что она никогда ничего не скажет, предварительно нигде не согласовав, и вдруг она заявила, что, ну, вы знаете, конечно, да, я уже для телезрителей, для тех, кто, возможно, пропустил, говорю, что неправильно прятать голову под крыло, надо искать диалог с обществом, в том числе и с вот раздраженной, с рассерженной частью общества, понять, в чем причины, и вместе работать над устранением причин недовольства. Параллельно высказался Миронов Сергей, глава с Поворосов, примерно в том же ключе, но он-то прямо вообще уже так, в деликатных выражениях, но, по сути, прямо адресовался к примеру, что пора бы уже как-то объяснить, что-то сказать по этому поводу. И, наконец, сегодня, в четверг, 30 марта, несколько слов сказал по этому поводу Владимир Владимирович Путин. И вот то, что сказал президент, немножко такой контрапункт у него возник с высказываниями Матвиенко и с высказываниями Миронова. То есть он как раз ничего не говорил. Ну, собственно говоря, он повторил тот тезис, который несколько, там, недели-две назад высказывал, что мы не допустим в стране создание так называемых, то есть лживых антикоррупционных комитетов, которые будут заниматься, на самом деле, не борьбой с коррупцией, а вот раскачиванием политической системы. Он, по существу, по своей мысли, то он это тоже самое повторил, может быть, в более мягкой форме, но, тем не менее, возникает такое ощущение, что и вот в горних высях российской власти созревает, ну, или существует, или, может быть, они и раньше существовали, но вот они сейчас проявляются в публичных высказываниях. Несколько разные подходы, как принято говорить, да, к оценке одних и тех же явлений и к тому, что надо делать с этими явлениями. С вашей точки зрения, это плюс или минус? Это свойство или свидетельство все-таки стабильности и силы власти? Или это признаки, ну, как, опять же, говорили в старинские времена, некого разброда и шатания? Ну, я думаю, что это не брожение власти, это сто процентов. Я думаю, что и Матвиенко, и Миронов, это игроки, в общем-то, одной команды, они не раз это доказывали, но реальное положение дела, оно заставляет думать по-другому. Я думаю, что люди, занимающие такие должности, безусловно, им докладывают, показывают, да, и различные аналитические материалы и так далее, может быть, они не знают каких-то нюансов, да, или там ситуацию по какому-то отдельно взятому региону, если они не руководят этим регионом, да, являются, например, политиками федерального уровня, вот, но они информацией владеют. И я думаю, что вот такая вот двойственность, она совершенно нормальна, потому что, ну, посмотрите, в свое время от оппозиции были большие претензии к Якунину, вот, как, соответственно, это было преодолено, да, властями. На всякий случай мы говорим о бывшем руководителе российских железных дорог, да. Да, но он же был, значит, отставлен с этого поста, да, и, соответственно, оппозиция инициировала просто расследование, да, значит, оставила на этом расследование, власти провели расследование, и было сказано всему обществу, что те факты, которые были предложены, да, и, соответственно, говорили о том, что это действительно, да, касалось, значит, Якунина, они не соответствуют действительности, да. Я не знаю, почему здесь, например, вот этих элементарных вещей не было сделано, да, вот это очень удивительные моменты, ну, наверное, это вопрос скорее к самому Дмитрию Анатольевичу и тех людей, которые осуществляют там его пиар-политику, например, другое какое-то сопровождение, да, вот, почему они не сработали вовремя, вот. Ну, а то, что касается разных подходов, я думаю, что к тем людям, которые вышли, надо тоже относиться совершенно по-разному. Есть люди, у которых наболело, у которых есть серьезные проблемы, которые лишились, да, каких-то, значит, льгот, денег, преимуществ или... Перспектив. Ну, перспектив, да, конечно, вот. Поэтому здесь мне представляется, что с этими людьми надо работать, и действительно, как вы правильно сказали, в режиме диалога, вот, конфликтологи это всегда только поддерживают. Что касается людей, которые будут, значит, применять вот эти вот технологии, ну, к сожалению, мы видим, что Украина очень дорого дается России, вот, просто и в прямом смысле, да. Да, и самому украинскому народу, да. Конечно, конечно, и самому украинскому народу. Мы видим, что были попытки вот такой дестабилизации даже в стабильном Казахстане, а это ближайшие наши союзники, не очень хорошее взаимоотношение, да, сейчас с Александром Григорьевичем Лукашенко и с белорусской элитой, вот. Ну, если, понимаете, мы вычеркнем все эти три республики, три государства, да, то зачем вообще говорить об каких-то интеграционных объединениях, да. Поэтому я думаю, что Россия жизненно заинтересована в том, чтобы все эти три государства, включая, кстати, Украину, вот, были в нашем фарватере, но я думаю, что с последней это сложно, вот. И самое главное не упустить ситуацию, которая есть, значит, и происходит вот в Казахстане и в Белоруссии. Если мы посмотрим опять какие-то вот академические разработки, то увидим, что целью этих цветных революций в том числе является такое еще государство, как Китай. Мы о нем сегодня не говорили, потому что мы говорили о России. После площади Тянь-Янь-Минь? Хотя, да, ничто не вечно, да. Все, что угодно, да, потому что люди меняются, и несмотря на вот эти заверения, которые, безусловно, выгодны нам в международно-политическом плане, о том, что Китай тоже рассматривает, а до этого ведь мы говорили только, да, а здесь от Китая прозвучало то, что они рассматривают Россию как стратегического союзника. Ну, мало сейчас стран, к сожалению, да, которые вот нас в качестве таковых признают. Да. Вот поэтому это тоже очень важный аспект, который мы должны учитывать. Финал нашей сегодняшней беседы с самым неожиданным для меня образом от, казалось бы, частного, внутри, по крайней мере, внутрироссийского случая, от митинговой активности 26 марта, перешел на проблемы интеграции, стратегического межгосударственного партнерства и тому подобное. Но это внезапно, но, я думаю, не случайно, да, потому что взаимосвязь очевидная существует, если подумать, а думать надо. Очень коротко наше время подходит к концу здесь в эфире. Три-четыре, полгода, ну, какой-то, возьмите себе горизонт, как будут с вашей точки зрения развиваться события? Ну, я думаю, что Навальный сейчас почувствует свою силу, тем более связанную с публикациями в средствах массовой информации. И я думаю, что вот такие вот попытки проведения массовых митингов, они будут продолжены. Что касается властей, то, наверное, нужно вести вот именно такую политику, только ни в коем случае, да, не вот слово подбираю, да, но, наверное, двойственную, да, чтобы было два направления. Вот, первое направление – это, безусловно, отслеживать аспекты, связанные с безопасностью. Вот, а второе, я бы его назвал все-таки главным, это, значит, политика, связанная с профилактикой и решением различных социальных проблем, которые в обществе есть, накопились где-то, наверное, больше, где-то меньше, вот, в каких-то сферах, да, но это нужно и выявлять, что-то уже выявлено, значит, необходимо принимать меры. А ресурсы достаточно ограниченные, поскольку мы находимся в состоянии экономического кризиса. Я хочу напомнить, что сегодня гостем нашей программы был доктор политических наук, заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Андрей Георгиевич Большаков. Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев, это была программа «Акцент». Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова